Здравствуйте! С вами компания Макокон и Владислав и Максим. Сегодня мы покажем вам особенности проведения предпродажной подготовки на генераторах, которую мы осуществляем для того, чтобы это устройство работало долго и надежно. Мы пройдемся этапно по всем тем моментам, которые необходимо учитывать при покупке генератора и надеемся, что это поможет вам в дальнейшем эксплуатировать наши генераторы долго и надежно. Итак, приступим! Перед вами одна из моделей, на примере которой мы будем показывать все нюансы прохождения предпродажной подготовки. Это модель, которая с номинальной мощностью 2,8 кВт и максимальной мощностью 3 кВт. Отдельно остановимся на следующем моменте. В комплекте поставки каждого генератора из продукции, предлагаемой нами, содержится инструкция по эксплуатации на украинском языке, так что все было доступно и понятно любым рядовым пользователям. А также гарантийный талон, который должен быть заполнен при реализации данных генераторов. В дополнение в комплекте входит 2 вилки для подключения электропотребителей и свечной ключ для необходимости выкручивания свечи. Также в комплект входит резиновая проставка, которая заключается на опорной платформе генератора, для того, чтобы уменьшить вибрации, когда вы стоите на поверхности, ну и, соответственно, снабравить ваших потребителей резервных питаний. Предпродуктная подготовка будет включать в себя некоторые перечни операций, о которых мы рассказываем прямо сейчас. Первое – это безумный осмотр. То есть мы внимательно осматриваем генератор, убеждаясь в том, что все силовые провода и лепёжные элементы должным образом и правильно установлены на генераторе. Это поможет вам избежать проблем, связанных с тем, что мы обнаружим какую-то сложность и неработоспособность только для того, как мы его заверём. Второй момент – это вооружившись гаечным ключом. Мы проверяем момент затяжки всех ключевых и сборовых пыльных. Максим проверяет затяжку в двигателе, в двигателе, в двигателе или облучителя. Я проверяю в двигателе потушен и опорные резиновые площадки, которые крепят генератор на раме и призваны снижать его вибрации. Также мы проверим герметичность топливоподачи, а именно бензиновый край и резиновый шланг, который подводит бензин как раз. Мы убедились в том, что всё в порядке, как и должно. Отдельно следует остановиться на следующий. Любой из перечне предлагаемых генераторов Mustang проходит обязательную тестовую проверку на сборочном производстве на самом заводе. Для этого его заправляют маслом и заводят, а также подключают ему нагрузку, для того, чтобы убедиться, что всё сделано правильно. Но согласно требованиям транспортных перевозок в двигателе генератора не заправляется маслом. Именно эта пометочка отражена на упаковке, в которой идёт каждый генератор, а также на специальной информационной табличке, которая, я вам покажу, в обязательном порядке содержится на самом генераторе. Поэтому следующее наше действие – это заправка генератора маслом и тестовая проверка. Глаз связки масла, которое необходимо заливать генератором, в каждом инструкции по эксплуатации. В свою очередь, мы рекомендуем использовать масло «Матюль» маркировка «210010В40». По той простой причине, что это масло одобрено производителем, оно относится к классу полусинтетических и наиболее благоприятным образом сразу за многовременной эксплуатации вашего генератора. Сейчас мы покажем, как осуществляется процедура заливки и на что нужно обращать внимание. Мы залили масло согласно требуемому уровню в двигателе. И теперь хотим обратить ваше внимание на процедуру проверки корректности уровня масла. Для этого вам необходимо просто вставить щуп в вес закручивания его, извлечь его и убедиться в том, что уровень масла корректный, как в данном случае. В обычном варианте для того, чтобы вы могли проверить, сколько масла уже по факту определенных часов эксплуатации, вы выкручиваете из исходного состояния щуп, извлекаете его, вытираете и просто вставляете его в маслозаливную горловину. После этого извлекаете повторно и только в этом случае вы проверяете, насколько масла достаточный уровень или же он нуждается в давлении. И разумеется, это нужно делать, когда двигатель холодный и масло полностью все находится в карте. Сейчас мы удостоверимся в надежности крепления корпуса воздушного фильтра, наличии фильтрующих элементов и готовности для оборудования. Как видно, все в наличии. Корпус закреплен надежным, никаких сторонних элементов не обнаружили. Собираем. Осуществляем первый пробный запуск. Бензин мы туда залили уже за благоверенную, поэтому сейчас Максим возьмем его старт. Закрываем заслонку. Включаем толпу. Краник уже открыли. Краник уже закрыли. Пree. Здесь есть диапазон where вы все еще отстали. Продолжение следует. Редактор субтитровTrade Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова как вы видели на дисплее отображались исходные параметры работоспособности генератора. Верхняя ячейка отражает фактическое напряжение, которое мы выдаем, это было 223 вольт. Вторая ячейка отражает частоту выдаваемого тока, там было 52 Гц. И третья ячейка это количественный эквивалент наработанных моточасов. Там был нолик, но по мере накопления и эксплуатации генератора эти нолики смеются фактическими цифрами, которые позволят вам неправильно судить по необходимости обслуживания генератора. Мы демонстрируем вам работоспособность мультиметра путем подключения его к обычной бытовой сети и вы можете видеть показания 234 вольта напряжения, 50 Гц. Частоты и одна из важнейших характеристик это синусоиды, которые есть в нашей эксплуатации. Теперь мы отключим мультиметр к заведенному генератору и проверим аналогичные либо иные показания. Сегодня мы вам продемонстрировали некоторые особенности предпродажной подготовки и убедились в том, что данный билетный экземпляр полностью готов к эксплуатации, как, впрочем, и другие генераторы модельного ряда «Мустанг». Спасибо за внимание. До новых встреч!